Друг, а перед тем как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь что подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее новое видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня со мной будет играть мой подписчик, собственно говоря, Никита. Так что, Никита, можешь, собственно говоря, так, можешь Никита, кстати, поздороваться, поприветствоваться в ролике, кстати. Потому что не каждый день у нас, собственно говоря, попадают в ролик подписчики. Но все же сегодня, собственно говоря, Никита решил мне помочь записать ролик. И вместе с ним мы сегодня будем сравнивать две абсолютно разные машины. Начиная с того, что одна находится с двигателем внутреннего сгорания, а другая на электрином. Ну, а другое разделение между ними, то, что одна это всего лишь-то семерка, а другая тачка. Это у нас Тесла Модул С. Тачка за 10 миллионов и тачка за, собственно говоря, за сколько там, я не помню именно, но, по-моему, за 1100. В общем, начнем сравнение, наверное, с чего. Это самое непонятное будет сравнение. Давай начнем с того, что у нас машина от Тесла электрическая и очень крутая, что у нее салон очень крутой и всякое такое. Ну, а теперь я хочу спросить, собственно говоря, у Никиты. Давайте сядем к семерку и, Никита, дружище, ну расскажи о своей семерке и, собственно говоря, о том, что в ней такого крутого есть. Никита, если ты тут, отзовись. Расскажи, что в ней есть крутого. Да, это. Так, и вообще, дай доступ, чтобы я мог в нее садиться, просто хотя бы на пассажирское. И было бы интересно послушать его. Так, сейчас, секундочку, Никита подумает. Поэтому, дорогие друзья, пока Никита думает, обязательно, ребята, когда зайдете в игру, обязательно вводите мой промокод, чтобы получить крутой бонус в размере со 50 тысяч рублей. Для этого, ребята, нужно, когда зайдете в игру, нажать в чатике на клавиатуре буковку М английскую и перейти в раздел реферальная система. И вот сюда ввести мой промокод личитоп. Вот этот промокод ввести вот сюда. И вы будете самыми крутыми. Так, ну вроде бы я не могу дальше до сих пор сесть. Очень жалко, на самом деле. Там доступ легко давать. Попробую разобраться. Поэтому, дорогие друзья, у меня возник к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинцию Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Во-первых, она идет на базе GTA San Andreas. Во-вторых, со своей русской крутой картой. Посмотрите, тут Land Rover, всякие автосалоны, много чего. Чего еще раз? Да, он был. Отлично, сейчас сяду. В ней очень много чего крутого. Начиная с того, что тут русская интересная карта, заканчивая тем, что она идет на абсолютно любом компьютере. Поэтому я вас жду на седьмом сервере, где играю я, и попробуйте, собственно говоря, поиграть со мной. Я буду очень рад. Ну, садись на совводительское, я сяду рядом, ты расскажешь, что такого в твоей семерке. Вот начнем. Вот с чего самое интересное есть в этой тачке? Ну-ка, может быть. Самое интересное, во-первых, это сам автомобиль компании Автоваз, который стоит недорого. Он подходит вообще для всех целей. Это, во-первых, машина, если сделать черную тонировку, то ты будешь бандитом. Ну да, согласен. Если сделать ее просто красной, как у меня, ты будешь обычным человеком, на ней можно приблизиться, просто дрифтить. Она очень хорошо заходит в поворот. Ну да, кстати, заходит на повороты просто клево. И на самом деле у нее очень бомбический потолок. Весь в такую кратку. Вот мне он прям нравится. Отлично. А что тебе еще в этой машине нравится? Вот самое лучшее, что в ней есть, это? Это цена. Это цена, да? Очень дешевая. Ну да, с ценой я согласен. Но это на самом деле очень крутая тачка за такую небольшую сумму. Да, согласен. Поэтому я тебе предлагаю сейчас вернуться к автосалону и немножко... А, мы, кстати, возле него... А, нет, мы сейчас возле гаичного этого отдела. Давай, собственно говоря, пройдем к автосалону и попробуем посмотреть, как они смотрятся на дороге. Интересно, вот есть ли шансы у семерки, к примеру, если вот знаешь, я вот буду стоять, ждать, ты разгонишься до максимальной скорости. И вот есть ли вообще шанс у семерки там выиграть в гонке, вот там по маневрности? Ну, сейчас проверим, посмотрим, вернемся к тачке и посмотрим. Поэтому, ребята, всех жду на канале, а точнее, собственно говоря, на провинции. Обязательно переходить по ссылочке в описании, качать. Игра абсолютно бесплатная и в ней нет рекламы абсолютно. Поэтому, ребят, всех жду на седьмом серваке. Вот мы подъехали к моей... Давай, 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 давай. Поэтому вот подъехали к семерочке. Точнее, вот семерочка подъехала к Тесле. И вот сейчас будем становиться на дороге. И поэтому я тебе предлагаю, Никитос, на дорогу, собственно говоря, встать. И давай, опа, там гаишники или что такое? Там суета или что там еще такое? А, такси. Фух, слава богу, я уже испугался, что там какая-то проблематика сейчас будет находиться. В общем, смотри, я тебе предлагаю сейчас сделать полный разгон. Полный разгон, просто не останавливайся, едешь максимально быстро. Я еду возле тебя рядом, буду очень медленно ехать. И хочу посмотреть, сможет ли, до скольки семерка будет разгоняться. Ну-ка, вот можешь начинать уже разгон. Дави, дави тапочку. И посмотрим, сколько она будет гнать. Ну-ка, давай, давай, давай. Все равно у нас светофоры, просто давай разгон. И посмотрим, ребята, семерка просто, смотрите, она впереди. Впереди Тесла Model S, чтобы понимали, что семерка, как она едет. И это круто, ребят, посмотрите, семерка едет. Ну, где-то сотню, я не знаю, надо сейчас спросить у Никитоса. Никитос, ну что там, у тебя максимум? Ой, там трамвай, ну посмотри, дороги встал, ё-моё. Вот это, конечно, да. Так, трамвай, опа, Никита вообще решил раздавать. Ну, это круто, так. Давай сейчас будем направо поворачивать. Ну, ты еще опер, короче, я так понимаю. Давай сейчас направо, чуть-чуть, направо. И посмотрим, вот прям тапочку в пол нажимай и не сдавай. Вот посмотрим, сколько она максимум едет. Ну-ка, я за тобой рядом. Направо, направо, направо туда. Направо, Никитос. И будем ехать по прямой. Ну-ка, давай, все. Газ в пол, я рядом с тобой буду ехать. Ну-ка, посмотрим сейчас, как будет ехать Семерка. Тут у нас на дороге какая-то непонятная происходит штука. Вот понимаете, я останавливаюсь. Ой, тут какая-то авария, непонятно чё. Я вот сейчас еду, не разгоняюсь. Я просто постоянно отпускаю клавиатуру. И вот, как я еду. 93 вообще легчайше. Ну, я догоняюсь Семерку максимально. У него нет шансов, наверное. Ну, чё, у тебя уже в пол максимальная скорость или нет? Нет, еще нет. Сколько тебе до максимальной? Короче, у тебя сейчас будет максимальная скорость, я так понимаю, где-то 140, да, километров в час? Нет, максимальная скорость 147. Всё, ты на максималке, да, уже? Да, это была максималка. Офигеть, ну на самом деле круто, блин. Ну чё, дорогие друзья, в принципе на этом всё. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Обязательно, кстати, переходите по ссылочке в описании и заходите ко мне в МТА провинцию на седьмой сервер. И будем записывать вместе с вами видосы, как я записал с Никитой. Так что, дорогие друзья, кодовое слово в этом ролике. Пускай будет красная семерка на черных дисках. Все, кто напишет красная семерка на черных дисках, обязательно попадёт в моё следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый личи. Заходите на седьмой сервер, вводите мой промокод личитоп. И всем до скорых встреч, дорогие друзья.